притчи 16 32 долготерпеливый лучше храброго владеющий собой лучше завоевателя города смотрите внимательно что то есть нечто лучшее что бог приготовил для нас долготерпеливый лучше бывает мы не дал не терпеливы не можем терпеть не можем сносить я же попросил за столбами не сидит сядьте сюда пересять этот мест полно пошел поближе ближе к 3 ряда свободно молодец и здесь ближе и мне нужен здесь близко хорошо репцентр сзади сел весь опять провести беседу хорошо долготерпеливый лучше храброго владеющий собой лучше завоевателя города мы часто бываем недолготерпеливы знаете кто недолго терпеливый признак недолготерпения это дети когда дети хочу и все признак того что христианин еще не состоялся и он еще не дошел до определенного возраста он не может выдержать сдержать сюда но бывает что приходят такие не сдержанные христиане в церкви не коломутят воду вокруг все у них начинают творится они не могут терпеть это не так то не так это не так и вы знаете как правило это хорошие служителя я понял что это хорошие служителям над ними надо поработать некоторых надо перегнуть согнуть я прочту одно место писания но говорит о том что есть правильное отношение правильное отношение к тому что ты как бы понимаешь и осознаешь многие вещи долго терпеливый лучше скажи еще раз повторю вместе со мной долго терпеливый лучше я выключу звуку себя можно хорошо отлично а давайте исход откроем вторую главу и будем читать там был моисей такой прекрасный раб божий библия говорит кратчайший человек на земле знаете что такое кратчайший на спокойно в нашем понимании послушный богу во всех отношениях он настолько долго терпеливый смотрите интересно как бог берет моисея как он возводит мне нравится исход вторая глава и мы прочтем моисей вышел посмотреть как происходит некоторые действия с его народа 11 стих спустя много времени когда моисей вырос случилось что он вышел к братьям своим сынам израиля он воспитывался доме фараона у него все было в порядке и увидел тяжкие работы и и увидел что египтянин бьет одного еврея из братьев его посмотревший туда и сюда и видят что нет никого но это не значит что он плохой служитель правда есть такие рьяны они сразу рвут все все делают ну бог он выбрал моисея над ним еще придется поработать все вы знаете что он думал что он таким образом хотя бы спасет но вы знаете бог что-то предназначил для нас больше я хочу чтобы вы поняли долготерпение и откровение божие когда ты берешь слово божие и живешь и и это долготерпение начинает работать твоей жизни он лучше завоевателя города ты хочешь завоевать город да тебе надо научиться терпеть тебе надо научиться сносить многие вещи и вы знаете самое интересное когда моисей уже вызван был из пустыни он уже научился теперь давайте прочтем еще одно местописание давайте вообще у него было сильное чувство какое как это называется справедливость это хорошие люди сильное чувство желание чтобы все было по справедливым интересно в 12 стихе там говорится что когда он бежал уже он убил египтянина скрыл его песке и тут происходит нечто услышал фараон об этом 16 15 стих и хотел убить моисея но моисей убежал от парона остановился в земле мадианской и сел у колодец у священника мадианского было 7 дочерей повезло же он они пришли на черпать воды и наполнили корыто чтобы напоить овец отца и пришли пастухи отгоняли когда встал моисей долготерпеливый знаете что он сделал этих пастухов разогнал он справедливый это неплохо правда смотрите но бог меняет человека за определенными поступками в определенных вещах знаете когда у тебя появляются дети ты становишься больше более долготерпеливый ты понимаешь и это пойдет и понимаешь вот эти вот выборки у них все поменяется они изменятся они станут лучше и становишься терпеливый но это не значит ты не должен работать некоторые работают неправильно без откровения некоторые делают неправильно без откровения и вы знаете бог он отпустил моисея научи сначала теперь он научился претерпевать он был пастухом из царских хоров он стал пастухом в воде у священника мадианского он стал простым пастухом да он вышел за его дочку но какая разница он пастух он женился на дочь но он пастух что такое пастух это тот который смиряет себя он послушен тому что что должно происходить с ним вы знаете некоторые люди не понимают что такое смирение что такое послушание что такое кротость им приходится набить куча шишек моисею тоже пришлось 40 лет набивать шишек 30 потом он подходит к кусту и бог начинает давать ему слово откровения горящий куст он видит что бог начинает говорить в его жизнь что происходит с его мышлением он говорит нет я не хочу тот который рвался лбой он говорит пошли другого знаешь почему он понимать что он начинает понимать что терпение должно быть совершенным актом моей жизни если бог сказал он это сделает в любом случае и тебе придется претерпевать за это слово кто не претерпел за слово божие кого не гнали за слово божие кто получил и у него ничего за это не было вы знаете я видел чудес много но когда бог говорил то он давал это слово для того чтобы они претерпели даже женщина которая коснулась края одежды она претерпела на себе определенные взгляды недовольство и те те вещи которые мешали ей получить это вы сегодня многие не можете получить того дара который потому что не умеете терпеть но моисей он рожден был для того чтобы научиться терпеть я вам честно скажу послушайте я рожден и ты рожден от бога и ты должен научиться терпеть долго терпеливы лучше завоевателя город знаете некоторые не могут вытерпеть учебу они говорят да зачем она мне нужна я умнее всех это отговорка они убивают своего египтянина сразу это не значит что они плохие ученики это не значит что у них плохая семья и они не могут работать над собой это не значит что они разрушают то что сделали просто они не умеют терпеть они 40 лет будут ходить в той пустыне постевец но пока не получит того откровения что бог желает чтобы ты научился терпеть реабилитационный центр у нас работает знаете что чему-то мучить должны долго терпеть кого терпеть друг друга первую очередь а ладно моисею надо было научиться столько терпеть потому что вытерпеть евреев невозможно их ни один народ не может вытерпеть а моисей вытерпел и даже просил и ходатайствовал за бога богу за ним знаете в нашей жизни бывает очень тяжело и очень сложно что-то принять и получить от бога но если ты научился терпеть в твоей жизни все произойдет слушай ты поступил в институт закончил ты начал учиться в школе слушать закончи ее диплом получи ты завел семью знаешь мы обещание давали пока смерть не разлучит нас послушать закончи это наконец пока смерть не это долготерпение которое тянется мою всю жизнь но я мне нравится но вы знаете я доволен своим долготерпением и когда он это делает послушайте бог ему открывается что он хочет его послать он посылает свое слово моисею который уже способен который не сломлен но научился я не говорю сломленным людям я говорю сильным сильным духом потому что есть люди надломленные и сломленные знаете что такое сломленный человек этот человек не способны к войне сражению моисей мог сражаться но он уже знал что бог будет поборать за ним бог учил его и вы знаете часто нам надо научиться определенным вещам что терпение это тот акт который должен совершаться в нас как совершенное действие и мы должны в этом преуспеть больше чем все остальные тебя выводят я вспыльчивый человек меня бог учит долготерпением я я понимаю когда я стану таким как моисей весь город спасется я понял это в одном удоверении знаете почему потому что вытерпеть борис пальчан очень сложно они как это я знаю их павел писал больше не надо больше не говорите а хорошо давайте откроем еще одно место писания послушайте четвертая глава царств мне нравится там терпение одного человека и мы будем переходить к этому знаете у тебя должна быть цель для того чтобы а четвертая царств 2 глава четвертая царств 2 глава елисей который получает откровение от бога что скоро его учитель илья будет вознесен он настолько хотел дара божьего знаете что я хочу больше всего то что мне сказал это правильное желание но знаете что у него еще было он готов был претерпеть чтобы это было еще в войне он уже получил это но он хотел это в войне дар божий но в войне он готов претерпевать определенные трудности он ходил с ильей которого за которым гонялись хотели убить он он поливал на него руки вы знаете кого убивают первого тут рядом того к царю хоть ведут он был тем который помогал ему помощникам вы знаете самое интересное страдают первые помощники и мне нравится илья смотрите в то время как господь илья 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 останься ибо господь посылает меня в ифиль но елисей сказал жив господь жива душа моя твоя я извини жива душа твоя я не я готов претерпевать с тобой твои страдания твою ношу твою проблему вы знаете он готов был претерпеть определенные вещи мы мы не готовы претерпеть с другим человеком даже ту боль и те проблемы мы думаем что самое болезненное это у нас самое тяжелое это у нас кто носил крест иисус никто и правильно мы не можем нести но нам бы свой понести и вы знаете но библия говорит о друзьях которые могут претерпевать вместе с тобой нести ту ношу которая вместе с тобой вдруг лучше чем все остальные вы знаете некоторые разделяют и знаете что мы несем бывает мы бывает несем или благословение или проклятие Елисей у него благословение правда он знал жива душа твоя я не оставлю я не оставлю тебя потому что ты еще жив я для того чтобы служить тебе здесь как вы думаете он терпел что-то во первых им было страшно что это будет как это будет внутри страх вне угрозы вы знаете часто мы переживаем определенные трудности в своей жизни но если это происходит значит и на правильном пути аллилуйя молодцы курсы и он говорит интересно и пошли они и 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 он рядышком, я буду с ним. Вы знаете, это верность, которую нам надо воспитывать в друг друге. Почему? Потому что терпение и верность, они как две ноги, которые идут вместе. Вы знаете, почему мужья бросают своих жен? Они неверны. Часто из-за неверности. Или сам неверен, или она неверна. Чаще всего это происходит. Но когда у тебя есть верность, тебе легко и терпеть. Даже если он неверен, вы помните эту проповедь Воскресения? То Бог остается верным. Бог верен в любом случае. Я верен, Он говорит, потому что нет, мне в тени переменных. Если Бог верен, Он воспитывает нас характер, характер верности. И Он хочет, чтобы мы были верны. Но верности нужно быть дал в этих периодах. Правда? Претерпевший до конца... О чем это говорится, дорогие мои? Если все гладко и хорошо, если никаких проблем у тебя, все на мази. Я извиняюсь, но послушайте, это говорится о проблемах, что будет ожидать вас боль и теснота. Некоторые проблемы вас будут ожидать, но если ты верен, ты получишь то, что Он обещал в твоей жизни. Есть люди неверные по своей сути. Они думают только о себе. Вот эти сыны пророков, они ведь думали только о себе. Знаете почему? Они никому не верны были. Они пророчествовали только. Есть такие ба-ба-ба-ба. Пророчествовать никому не верны. Не верны ни делу, ни служению, ни Иисусу. И они говорят, вот ты знаешь? Мы от пап слышали, от мам слышали. Бог нам открыл, что твоего заберут. Учитель. От тебя. Я знаю, молчи. Не раздражайте своими разговорами. Бывает, мне часто надо научить некоторых людей. Заткнись. Заткнись. Все, молчи. Не разговаривай со мной. Молчи. Я не хочу слышать, потому что я верен, остаюсь тому, что я избрал. Поэтому я говорю некоторым, замолчи. 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 Верность. Второе. Верность. Скажи, аминь. Аллилуйя. Потому что в этом кроется все единство. Иисус говорит, да будут едины, как и мы едины. Если ты не верен, какое единство может быть? Слушай, ты не един со мной. Ты мне не верен. Верность, это когда мы разделяем все. Когда ты не оставляешь меня в беде. Когда тебе хорошо, и ты со мной. Когда тебе плохо, ты тоже со мной. он не знает, что его ожидают. Мечтает. И сказал Илья, Елисей, останься здесь, ибо Господь посылает меня в великое. И сказал он, жив Господь, и жива душа твоя, не оставь. Пока ты жив, я верен. Я верен. Слушай, есть награда за верность. Скажи, есть награда. Правда. Даже если мы, и он не верен, но ты верен, ты будешь вас на каждом. У него нет ни тени. Давайте дочитаем. Интересно. Елисей, он уперто идет, твердо решил идти. Он готов терпеть, долготерпеливый, лучше забоевателя города. И верный человек, он достигнет успеха. Смотри дальше. Интересно. И сказал Илья, останься здесь, но Господь посылает меня к Иордану. И сказал, жив Господь, и жива душа. Там пророки его снова отговаривают, 50 человек из иного пророчества. Ну, читаем дальше. И взял Илья милость свою и свернул ее, как полотенце сворачивает, знаете, так, так стукнул. Иордан разошелся. Мне нравится это. И ударил по воде, и раступилась она туда и сюда. И перешли они посоху. Когда они перешли, а сыны пророческие остались там, потому что они не верны никому. Они живут в своем откровении. Смотрите. А Илья идет с Елисеем. Елисей идет за Ильей, потому что он верен ему, потому что он долготерпеливый. Я не знаю, что со мной произойдет. Я буду претерпевать до конца. Вы знаете, почему израильский народ шел за Моисеем? У них выхода не было. Серьезно. Но когда они подошли к земле обетованной, они не хотели теперь боли, войны, страданий. Они хотели, чтобы все было вот так. Но так не получается. надо сражение, надо борьба. И Бог их учил, чтобы они стали долготерпеливыми и были верны того, кого он поставил. Моисея Бог забрал, потому что Моисей уже не нужен был. Моисей уже не нужен был. Моисея Бог забрал, потому что он не нужен. Он дал им Иисуса Навина, потому что Иисус Навин это тот, который может их вести в землю обетованную. И вы знаете, самое интересное, они уже готовы были терпеть с Ним. С кем? С Иисусом Навином. Уже нету Моисея. И они говорят, нам все равно с кем терпеть. Мы будем терпеть, лишь бы Бог был с тобой. С кем Бог? Я пойду за Ним. С кем Бог? Я знаю, что с тобой Бог. И Елисей, я пойду за тобой. Илья, я пойду за тобой, потому что Бог с тобой. И вы знаете, интересное дальше происходит. Я хочу дочитать. Елисей. Когда они перешли, Илья сказал, проси, что сделать тебе, прежде, нежели я буду взяток тебя. Я могу сделать тебе что-то. Я хочу тебе сделать за твою верность. Правда? Очень важно. Это не Елисей просит. Он получает за верность. Еще раз говорю, это не Елисей просит. Он был верен бы, даже если бы тот и не сказал. Вы понимаете меня? А теперь проси, что ты хочешь у меня? Я хочу духа вдвойне. Я хочу того, что ты дал мне еще вдвойне. Я хочу еще вдвойне. Я хочу иметь вдвойне, чем на тебе. Я хочу получить больше, чем ты. Трудного ты просишь. Трудного ты просишь. И он говорит, слушай, если будешь видеть меня, взятого над головой, вот это. Если ты увидишь меня, так я буду взят от тебя. Получишь. Все в порядке. Бог решает, кому давать дары. Но Бог дает кому? Верно? Терпеливо. Слушай внимательно. Если ты не умеешь терпеть сегодня и сейчас претерпевать сложности и трудности, ты не можешь получить того даже, за что горишься. Некоторые не могут претерпеть. Вы знаете, наркоман не может бросить колодца, потому что не терпелив. Он не терпит боль. Алкоголик не может бросить пить, потому что не терпит. Это проходит мимо. Змей зеленый пролетает. Долготерпеливый, луч завоевателя, город. Ты ничего не получится в этой жизни, даже о чем мечтаешь, если ты не терпелив. Вы знаете, интересно, есть некоторые, которые за стол загут. Вы видели когда-нибудь фуршет такой, прекрасный фуршет, и такие набегают. Ну, если дети, это ничего, но если это взрослые, такая некультура, думаешь, боже, с кем я связался? Вы знаете, такие, да? Потерпи немножко, и все сидит. Ты понимаешь, меня что? на все свое время. Долготерпеливый, лучший, завоеватель, город. Это культура. Это культура у Бога. Это сила у Бога. И вы знаете, самое интересное, оно работает везде. Верность, терпение, верность, терпение, верность, терпение, это две ноги, которые идут рядом. Скажи, верен и терпелив. Верен и терпелив. И вы знаете, ты получишь свою награду, потому что это признак того, что ты получишь все и дойдешь до конца. Я люблю это. Но сам я нетерпелив. Я хочу все и сразу. Это я проповедую себе в первую очередь. Верности еще может быть. Я верен своей жене уже 25 лет. Слава Богу. Она у меня единственная и неповторимая. Но послушайте внимательно. Бывает терпение. Терпение помогает нам определенные вещи. О, в этом я терпелив. Но в некоторых вещах она знает, что я могу зажечься, как спичка. Кто из вас не зажигается? Наступите на мозоль мой, и я вам расскажу. Какой твой мозоль? Вы знаете, меня раздражают люди умные, когда они ступят. Честно. Когда они делают глупые вещи, меня раздражает это, и я не могу это стерпеть. И я не могу это вытерпеть. Я говорю, так, иди вон, а то я сейчас сорвусь. Хотя я понимаю, чтобы получить от Бога по благословению, мне надо научиться и таких-то людей. Но некоторым надо сказать, тише молчите, чтобы все знаем. Хорошо все. Смотрите, он получает духа вдвойне. За что? За верность. Да? Скажи, верность и терпение. Это то, что было в Иолисею с работой. И он попросил и получил. Если увидишь, как буду взят от тебя, то будешь так, то будет тебе так. Если не увидишь, то не будет. Знаешь, что он говорит? Он снова испытывает его взятность. Если ты не останешься верен, он не получит. Бог-то верен. Бог, он верен всегда. Слушай внимательно. Даже если мы неверны, так он и ломает тебя, чтобы ты научился терпеть, чтобы верность твоя возросла до его уровня, чтобы ты стал таким же верным друг к другу, в семье, в доме, везде. Потому что некоторые неверны. Неверны церкви, неверны служению, неверны тому, что делают, неверны тому откровению, неверны ведению и хотят что-то получить от Господа. Да не думает толкой человек, да не мечтает. Слушай, да читаю. Когда они шли дорогу, разговаривали, вдруг явилось, вы знаете, что они делали? Они ходили, разговаривали, и мне было скучно. Я не знаю, сколько вы женаты или замужем, сколько вы общаетесь, друзья или братья. Но вы знаете, бывает, мне надоедают любые друзья. Но он был верен. И они разговаривали дорогой, разговаривали. И ему было интересно всегда с этим человеком. Что это? Это любовь. Признаком верности это и есть любовь. Правда? Он любил Илью. Он любил Илью. Вы знаете, что такое любовь? Она проявляется в поступках. Верность – это поступки. Если ты неверен, то ты не можешь поступать правильно. Я тебя люблю. До свидания. И пошел. И ушел. Он его выгонял сколько раз? А? Три? На четвертый уже спал. Ладно, идем. Пошли разговаривать, общаться. И они идут, разговаривают, общаются. Вдруг явилась колесница огненная, кони огненные. И разлучили обоих. И понесся Илья вихрь. Что он сделал? Он смотрит на это. Знаете, что такое вихрь в пустыне? Если ты верный человек и ты хочешь, чтобы он не отходил от тебя, держися за него. Это было настолько близко, настолько рядышком, что тебя задел тот песок, то обожгло тебя. Вы знаете, что такое вихрь? Это то, что тебя ударило, может быть, камушками. И почувствовал это на своей шкуре. Вы знаете, мы переживаем некоторые трудности, но он был готов это сделать. И он говорит, когда они шли дорогу, разговаривали, явилась колесница огненная, кони огненные, и разлучили их. И понесся Илья вихрь на небо. Елисей смотрел и воскликнул. Отец мой! Отец мой! Отец мой! Что он говорит? Он любил его. Да? Он любил его. Правда? Почему он так кричит? Он кричит не из-за того, что он хотел получить дар. Ему дар этот достался, потому что он потерял отца. Еще раз говорю. Ему дар и даром не нужен был. У него отец был. Пока знаешь, что мне заменит отца? Дар в двойне. Вы помните, что говорит Моисей Иисусу Навин? Ты ведешь народцев. Как был Бог со мной, так он будет и с тобой. Одинаково. Что заменило Моисею присутствие Божьего? Знаешь, что может заменить в твоей жизни присутствие Божьего? Вы знаете, я некоторых людей не понимаю. Они не могут получить верность. Они не верны друг другу. Они не верны церкви. Не верны служению. Не верны Иисусу Христу. Знаете, почему Иисус собирал 120... Мы такие же. Нас надо уговаривать, чтобы мы сошлись вместе. Собрались, чтобы получить то, что Он обещал, то, что заменит нам Его. О, если бы Иисус здесь был. Будь верен, дорогой мой, получишь гораздо больше. Дух вдвойне. Дух вдвойне. Силу Божию вдвойне. Отец мой. Отец мой. И конница. Какая? Израиля. Конница Его. Конница Израиля. Мужья. О, Израиль. Вы знаете, имя Израиль. Откуда произошло? От сражения с Богом. От присутствия Бога. Кто-то боролся. Вы знаете, Иаков всю жизнь боролся за присутствие Божия. Он обманным путем боролся присутствие Божия в своей жизни. У брата за похлебку забрал. Первородство. Присутствие Божия. Но потом, когда Бог захотел его благословить, Он поменял ему имя. И сказал, ты теперь, Израиль, я хочу, чтобы ты боролся правильно. Я хочу, чтобы ты боролся правильно. И теперь иди, примиряйся с братом своим. И когда он примирялся с братом, он уже не лжецом был, не обманщиком, он был Израилем. И Бог присутствовал в его жизни. И Бог благословил. Вы знаете, Бог Авраама, Исаака и Израиля. Иакова. Он боролся за то, чтобы его Бог был. Как ты борешься за своего Бога? Или Силь. Борется за своего Бога. Борется, чтобы его присутствие было в его жизни. Его сила была в его жизни. Знаешь, почему? Потому что, когда он был с Ильей, его присутствие было ощутимо. Когда Иоанн ходил возле Иисуса Христа, лежал у него на груди, это было круто. Присутствие Божие было в их жизни. Им надо было собраться вместе. И. Хватит говорить, что церковь не то место, Бог везде. Слушай внимательно. Если ты думаешь так, ты не поверишь. Все, что не поверишь. Где Бог? Где двое лицо? Собрато в Моиме. Там и я. Ну, мы же во имя Иисуса собираемся в бильярд поиграть. Не, в бильярд поиграть, это мы в бильярд собираемся. Ради бильярда. Понимаете? В кино походить. В кино. Мы в церковь собираемся ради Иисуса. Мы здесь ради Его Слова. Мы слушаем Его Слово для того, чтобы это Слово изменило нас. И мы верны должны быть тому Слово, которое мы принимаем. Правда? И когда мы принимаем это Слово, Слово может изменить нас. Иисус говорит им, ждите от пищи. Задам вопрос. Ощутил ли Елисей, что на нем сила Божья? Скажи нет. Бывает, я прихожу в церковь, я ничего не ощущаю. Все. Ничего не ощущаю. Ничего не ощущаю. Но когда я подойду к Иордану, вы знаете, он поднял милость, которая упала с колесниц. Он ничего не ощутил. И когда перед ним стала первая проблема, это Иордан. Он, ну где ты, Господь, Ильи? Тот самый. И он просто ударил, как Илья. Поэтому Иордан и раступился. И пророки, цены пророческие, которые его убеждали, что это не так, что это неправильно ходить за Ильей. Знаете, что они? Они увидели, что на нем почил дух Ильи. Но они не знали, что он был. Вы знаете, Елисей такие чудеса, как никто. И он был всегда спокоен. Диезия у него с другом был. Ненормальный, конечно. Мог бы получить гораздо больше. И верен был. Но любитель наживы денег. Паникер страшный. Нетерпеливый. Елисей показывал ему столько чудес. И нету на берегу. Знаешь почему? Не нашлось ни одного верного, ни одного долготерпеливого. Моисея был Иисус Навин. Повезло. В Моисея был Иисус Навин из двух с половиной миллионов классов. Но Иисус собрал 120. И он излил свою благодать на нас, когда мы не вернемся к нам. Наполнился, чтобы научиться ходить в верность и терпение. Если я не научился еще ходить в верность и терпение, мне надо что сделать? Господь, прости меня. Я грошу. Извини мою жизнь. Я хочу, чтобы моя жизнь поменялась, чтобы мой грех был смыт. Я хочу свободы. Долготерпеливый, лучше права. И владеющий собой лучше заболевать в верность. Лучше. Лучше. Знаешь, почему? Потому что Илья получил гораздо больше. Ой, Ильсей, он получил гораздо больше. Мы получаем гораздо больше, если мы научимся терпеть. Долготерпеть. И будем верить. Будь верен. Я еще не до крови сражался против битана. Будь верен. И когда он говорит в Откровении, он говорит, будь верен до смерти. Даже если дух смерти подойдет к тебе и будет дышать в тебя. Будь верен. Не отступи от слова моего, то, что я дал тебе. Я благословлю тебя. Вы знаете, какое дыхание смерти было на Ильисееве? Вихрь огненный. Вихрь огненный. Кони огненные. Это не было просто огненный вихрь. Это не просто песок крутился. Это огненный вихрь был крутым. колесница Израиля. Если в твоей жизни есть какое-то испытание, пройди его. Ты увидишь результат. Если есть какие-то проблемы, пройди их. Ты увидишь результат. Выйдешь победителем. Аминь. Давайте закончим. Я хочу закончить, потому что следующий раз я буду говорить о других вещах, но сегодня нам надо молиться. Некоторым надо терпение, хватит уже набегался, хватит уже научиться терпеть то, что у тебя есть. Тот подарок, который Бог дал тебе, он навсегда, навека, и это прекрасно, это лучшее, пока смерть не разлучит нас. я говорю о ком. О семейной жизни тоже. Отношения братья и сестер. Вы знаете, что мы на века друг другу дали тоже? Вот не повезло. как же в псалмах написано, как хорошо и как приятно. Быть или жить? Знаете, жить это значит все делить, быть, это побыл и все, а жить братья вместе как хорошо и как приятно. непонятно. Вот здесь вот включаешь долготерпение и верность. Включи долготерпение и верность. Ну, легко, когда любишь. Из-за этого мы будем молиться, что Господь дай нам любовь. Дай нам эту любовь. Потому что если ты не дашь нам любви друг к другу, то мы не сможем, мы не дойдем. Дай нам верность в любви. Потому что дела, они должны показаться в любви. Вера, действующая любовью, действующая любовью. Я верю. Я верю в Иисуса Христа. Все верят. Выйдите на улицу верующие. Они разводятся по 10 раз верующие. Они женятся по 10 раз верующие. Они ходят куда хотят верующие. Они сегодня в этой церкви, завтра в другой, послезавтра в третьей. они верующие. Все верующие. Будь верен до конца. Давайте встать. субтитры создавал DimaTorzok субтитры создавал DimaTorzok субтитры создавал DimaTorzok